День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горяч, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 6 июля, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Начинаем наш вебинар по традиции с кандидаря событий. Сегодня у нас есть интересный отчет, и все они будут опубликованы в американскую торговую сессию. По данным по США, 15.30 торговый баланс за май, 17 часов композитный индекс АСМ для сферы услуг. Это важный индикатор для американской экономики и для доллара. Также в это же время будет опубликован компонент занятости АСМ по сфере услуг. Этот индикатор уже важный, опережающий по нонфаруму, которые будут в пятницу опубликованы. И завершая день, сегодня у нас публикация протокола последнего свидания ФРС США. Начнем обзора с пары евро-доллар, которая у нас накануне снижалась. И сегодня в азиатскую сессию было снижение. И мы с вами об этом говорили, что у нас проблемы есть в европейском банковском секторе. И эти проблемы всегда плохо сказываются в национальной валюте. Проблемы банков всегда это плохо для экономики и всегда плохо для валюты. И вот вроде бы парадоксальная такая ситуация. Евро у нас с валютой фондирования. И если у нас есть проблемы на рынках акций, то это хорошо для валютой фондирования. Вот допустим японская иена растет. То и вроде бы по этой аналогии должно было и евро расти вверх. Но мы с вами говорили об обратном, что евро будет падать. И здесь как раз вот такая особенность. Потому что если в целом проблемы на фондовом рынке, то для валюты фондирования, в данном случае евро, это хорошо. А вот если проблемы и в целом по рынку и очень сильные проблемы, особенно сильные проблемы в банковском секторе, то для валюты это всегда плохо. Потому что банки у нас оперируют валютами. И соответственно здесь очень много различных проблем может возникнуть по европейским активам. И евро у нас упало. Сейчас если посмотреть по технике, у нас новостей никаких нет в первой половине дня. Поэтому факторы будут чистотехнические. То по технике у нас картина не особо сильно изменилась. По EDX на дневках значение 14,1. То есть флэт, отсутствие тренда. 41 значение по RCI. На четырех часовках у нас в принципе та же картинка. Только EDX немножко повыше. Он подрос 20,5 EDX и 41,5 RCI. То есть нету сигналов в принципе никаких флэта. И по четырех часовкам и поднивкам. А на часовках у нас EDX значение 49. Тренд нисходящий. И по RCI значение тоже 49. У нас получается середина диапазона. И если смотреть уже по фундаменту. То у нас сегодня получается ключевой отчет. Это АСМ по сфере услуг в Штатах. Вот здесь можно посмотреть на диаграмму. Это предыдущие показатели. Сегодня у нас будут данные за июнь. В мае, как мы видим здесь, в последнем столбике у нас был спад. Некоторые. И сегодня я думаю, что мы увидим хорошие данные. Почему хорошие данные? Ну потому что экономический рост в Штатах ускоряется. Ключевые макроиндикаторы указывают на то, что во втором квартале у нас хорошие будут ВВП. И сегодня данные за июнь. Это последний месяц второго квартала. Плюс был хороший отчет. Очень хороший отчет. Намного лучше консенсус прогноза по уже промышленному сектору. И здесь получается, что сегодня также будут хорошие данные по АСМ для сферы услуг. И в этой связи получается доллар получит поддержку. Плюс те самые проблемы у европейских банков. Они никуда не ушли. Они по-прежнему сохраняются. И соответственно, если все это суммировать. Проблемы банковского сектора. Хорошая статистика из США. То здесь уже получается, что для доллара это хорошо. И таким образом, если суммировать фундамент с техникой. То у нас получается, что есть сигнал на продажу по часовкам. На остальных таймфреймах флэта. И здесь, вот сейчас по Боллинжеру мы находимся недалеко от средней границы. У нас средняя по Боллинжеру на часовиках отметка 1.1086. Сейчас котировка 1.1070. Таким образом, можно сделать предположение, что рынок сейчас будет тяготеть именно к этой средней области. И после этого уже где-то может он развернуться. Таким образом, я предполагаю сегодня вновь продавать пару евро-доллар, как и накануне. И продавать от отметки 1.1086. Это средняя по Боллинжеру на часовиках. Первый селлимит. Второй селлимит 1.1110. И цель на сегодня у нас следующая. Это 1.1023. Второй на сегодня уровень поддержки. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар. И я на них с удовольствием отвечу. Еще сегодня запас нефти от API. Роман, благодарю вас за комментарии. Вы совершенно правы. Запасы будут опубликованы ночью. И завтра уже официальные данные от Минэнерго. Почему не в среду, а в четверг данные от Минэнерго? Потому что на этой неделе в США в понедельник был выходной день независимости. Поэтому здесь все сместилось на один день. Поэтому да, сегодня в том числе будут и запасы нефти от API. Перейдем к следующей нашей валютной паре. Пока вы пишете свои вопросы по евро-доллару, мы поговорим о паре фунт-доллар. Вот как раз поговорим о нефти, которая у нас падала накануне очень сильно. Было сильное падение. И вот мы говорили о цели 47.63 накануне. И мы прям немного не дошли до этой цели. Минимум был 47.66. Три всего, получается, цента не дошли. И, на мой взгляд, цель по-прежнему остается в силе. И даже немножко пониже. Потому что по Боллинджеру у нас линия наклонилась на днефка. 47.29. И я думаю, что мы будем касаться нижней границы по Боллинджеру. Поэтому можно все округлить по нефти Брэд на 47.30. Мы еще будем падать. Сейчас у нас уровни по Брэд немножко повыше. 48.31. То есть еще доллар можем падать. Достигли мы средней границы по Боллинджеру на часовиках. И у нас, если посмотреть по нефти, то картинка в целом хорошая. Рисуется у нас нисходящая тенденция. И по технике также это все указано. И получается, вот мы достигли сейчас средней по Боллинджеру на часовиках. И здесь где-то либо чуть повыше мы уже будем разворачиваться, на мой взгляд, и пойдем еще вниз. Поэтому по нефти либо шарты сохранять, либо, если вы без позиции, то можно продавать. Продавать, допустим, на 48.40 и 48.90 и цель 47.30. И вот здесь у нас график нефтемарки Брэнд и пара фунт-доллара. Здесь мы видим прямую корреляцию. Конечно, не стопроцентная, но корреляция прямая и сильная. Мы видим, чтобы инструменты падают. И вот вчера нефть тоже сильно падала. Тоже дополнительное давление на фунт оказало. И та цель, о которой я говорил, вот на неделю, на полторы, на две, она у нас уже вчера была выполнена. Мы на 1.30 упали и ниже. То есть, все цели, которые мы говорили на этой неделе, получается, уже сделаны. Теперь речь о новых целях по паре фунт-доллар. И сейчас у нас коррекция. И в целом это логично, потому что упали очень сильно. Сегодня сходили на 1.27.96. И вот по-прежнему получается та тенденция, о которой я говорил, она сохраняется. То, что сериал под названием Brexit еще не завершен. И мы с вами это видим, что пара очень сильно падает. И я по-прежнему придерживаюсь своего взгляда, который говорил после этого референдума, что мы будем падать, потом подрастать, потом опять падать. И так будет до конца лета. И мы видим, что вот мы упали там на 1.31.19, потом подросли там на 300 пунктов вверх. Сейчас опять упали на 1.27.5. Сейчас опять растем. И вот так этот процесс будет продолжаться. Поэтому сейчас пока получается коррекция. Здесь, в принципе, коррекция тоже назрела, потому что у нас там и дивергенции стояли, причем двойные дивергенции. Была сильная перепроданность и на дневках, и на четырехчасовках, и на часовках. То есть здесь, в принципе, коррекция назрела. Плюс по EDX на часовках значение 61. Сейчас было в Азиасскую сессию 79. То есть это уже экстремальная область. Таким образом, здесь получается коррекция нормальное явление. То есть все на это указывал. И, в принципе, уровень психологический 1.30, где тоже может быть частичная фиксация шортов. Поэтому сейчас коррекция. И поскольку у нас тренд вниз и по технике, и по фундаменту, то в этой связи лучше торговать именно по тренду, а не против тренда. Вот вчера, допустим, у нас тоже был вопрос от Романа, что там покупать необходимо пару, поскольку сильная линия тренда, там, от 92-го года и так далее. Но в итоге мы пробили все эти поддержки и сильно упали. Поэтому сейчас покупать очень опасно. И вы сами все это видите прекрасно на графиках, что надо не покупать, а надо, наоборот, продавать. Продавать после коррекции. Коррекцию сейчас ловить крайне опасно. Можно ее не поймать и не дождаться совсем. Поэтому здесь сейчас получается у нас коррекция. Вроде бы тогда нужно покупать. Но, по сути дела, мы с вами уже опоздали, потому что мы начали вебинар вот сейчас. А пара уже от азиатских минимумов 27.96. Она сходила на 200 с лишним пунктов вверх. Поэтому, может быть, все, уже и коррекция завершилась. В принципе. Может быть и нет. Может быть, еще и подрастем немножко. Но сейчас я бы не покупал данную валютную пару. А пока бы вообще ничего не делал. Подождал бы, когда эта коррекция завершится. И после этого опять бы вставал на продаж. Если смотреть, где коррекция может завершиться. Вот у нас по часовикам Боллинджера средняя граница 1.30. 10. Вот в текущей котировке 29 пунктов. Поэтому, может быть, как раз туда мы и сходим. 1.30. 10. Либо на 1.31.19. Вот где-то здесь, вот в этих областях, на мой взгляд, будет завершение коррекции. Либо прям вот уже скоро, либо чуть повыше еще сходим. И потом мы будем падать. Почему будем падать? В принципе, причины те же самые, что и раньше. И еще появились новые. Ну, начнем мы с того, что вчера у нас были данные по PMI для сферы услуг Великобритании. Данные плохие вышли. Данные плохие, я уже сейчас говорил в обзоре пары евро-доллар, что по Америке могут быть данные хорошие, потому что экономика ускоряется. И, соответственно, получается, вчера при Великобритании данные плохие. Сегодня по Америке хорошие. Здесь хорошо для доллара, соответственно, пара вниз. Первая причина. Вторая причина рынок облигаций. Там опять доходности британских бумаг падают сильно. И к немецким бандам, и к американским трежерис. То есть, рынок облигаций опять нам указывает, что падение будет. И вот, если вы вспомните наши вебинары на минувшей неделе, я говорил о том, что рынок облигаций нам, вот, когда мы корректировались по паре фулл-доллара, когда вот были там у нас уровни 1.3530, и вроде бы пошли разговоры, что, может быть, на 1.40 мы пойдем. Я говорил о том, что рынок облигаций нам указывает, что мы пойдем на 1.30, и будем это тестировать, потому что рынок облигаций очень сильно падал по доходности. И нам эти сигналы посылали еще на минувшую неделю, то есть, в четверг, в пятницу. Уже посмотрев на рынок облигаций, можно было понять, что 1.30 мы его увидим в ближайшее время. И рынок облигаций нас не подвел. Мы с вами упали, и упали даже больше, чем 1.30. Поэтому рынок облигаций по-прежнему показывает, что мы еще будем падать в тренд, еще по-прежнему в силе. И вот завтра, также небольшой анонс, сразу мы как раз поговорим о межрыночном анализе, потому что рынок облигаций и рынок валютный, это как раз и есть у нас межрыночный анализ. И вот завтра все эти вопросы мы подробно рассмотрим. Заранее приглашаю всех принять участие. Будет вебинар интересный. Я подготовлю для вас много интересных графиков, корреляций и расскажу об этих причинах. И завтра также подробно рассмотрим эту ситуацию по паре фунт-доллар, как и что нам ожидать. Так вот, рынок облигаций по-прежнему нам указывает, что вниз. А теперь еще одна причина. Вчера появились такие данные, что начинаются проблемы у инвестиционных фондов британских, которые работают на рынке недвижимости. Они три фонда перестали вкладчикам выплачивать деньги. То есть, пришли вкладчики забирать деньги, а денег не выдают. То есть, проблемы начались. И началась уже небольшая паника. Но сразу же вроде бы там поспешили сделать чиновники заявление, что это бы все вроде бы там нормально, все под контролем. Ничего пока критичного нет. Временная ситуация. Но, в принципе, так же у нас было и в 2008 году, когда в Америке начался ипотечный кризис, вот этот так называемый, сопрайм. Тогда тоже все говорили, ФРС, Минфин, что это временные трудности. Там трудности у некоторых банков, у некоторых фондов. Это не масштабный такой процесс. Для экономики ничего плохого нет. Это такая небольшая проблема. И потом мы с вами все увидели, что в итоге у нас произошло. Я, конечно, не знаю, это будет масштабная эта проблема или нет. Потому что необходимо находиться непосредственно в Великобритании на месте, непосредственно работать в этих фондах, в этой сфере инвестиционной по недвижимости, чтобы обладать больше информации. Но из той информации, что у нас есть сейчас, и из той истории, что у нас была в прошлом 8 лет назад, ситуация чем-то повторяется. Поэтому, кто знает, может быть, это и не совсем локальная проблема, а проблема перераслута глобальна. Но, в любом случае, даже если это локально, то все равно это плохо. Потому что начинаются проблемы. Опять вот в этой британской экономике проблемы начинаются, и они усиливаются. О чем мы с вами говорили, что мы еще будем много получать плохих данных из Великобритании, и все это будет плохо сказываться на валюте. Вчера выступал также Марк Карни, глава Банка Англии. Он заявил о том, что отток капитала из Великобритании окажет давление на фунт, то есть фунт будет падать. То есть было прямо сказано черно-по-белому, что мы увидим падение фунта. Вчера это сделал глава, заявление глава Банка Англии Марк Карни. Соответственно, в принципе, тут даже не за что зацепиться по британской валюте, чтобы покупать. Получается все плохо, соответственно, после коррекции получается необходимо шортить. Поэтому здесь я рекомендовал две точки шортов 1.30.10 и 1.31.19. 1.31.19 это у нас уровень сопротивления. И цели следующие. Это получается у нас первая цель 1.29.48 и вторая цель 1.27.96. То есть это два уровня поддержки на сегодня по паре фунт-долларов. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, на чем мы остановились. Да, на мой взгляд, лучше напрямую смотреть на сайте по поводу API. Зайдите на сайт API, Василий, и там вся статистика есть, потому что в календарях событий когда-то публикуются, когда-то нет. И здесь, чтобы, скажем так, вам лишний раз по разным сайтам не лазить, просто можно зайти на API. Я всегда предпочитаю работать с источниками. Вот, допустим, сегодня будет данные по АСМ. Захожу на сайт АСМ и смотрю полную раскладку, там все компоненты, заказы, новые заказы, занятость, PMI, как это все по ВВП подсчитывается и так далее. И вот уже смотрю, читаю, сравниваю и анализирую. То есть, я не смотрю в календаре событий, там просто цифра. Вот, эта цифра, она особо-то много не дает. А вот уже полный отчет, допустим, от АСМ, там очень большой отчет на несколько страниц, там много интересной и полезной информации. И, соответственно, вот так можно все это делать. Поэтому я всегда предпочитаю работать с первоисточниками. На сами сайты захожу и там уже смотрю, читаю. Так, значит, что касается еврофунта, Олег, так даже не Олег, это Андрей. Андрей, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, я по еврофунту сейчас ничего бы не делал, потому что, если смотреть по технике, то у нас по RSI перекупленность стоит сильная, а по ADX надневков тренда нет. Это вот на дневном графике. И плюс, сегодня можно ожидать падения и по евро, и по фунту. Поэтому здесь трудно понять, кто же у нас тут больше выиграет. По четырех часовкам здесь уже парся. И вообще дивергенция стоит, что указывает вниз. Поэтому сейчас покупать еврофунт, в принципе, поздно. Опасно очень сильно по технике, а по фундаменту здесь причин пока сильных нет, потому что и для евро, и для фунта текущая ситуация очень плохая. Поэтому я бы здесь ничего не делал по данному кросс-курсу. По фунту среди срок, это какой цены лучше входить в сейл? Все позиции ранее открытые закрыл. Роман, благодарю вас за вопрос. Что касается среднесрока, то тогда берите график дневной, потому что среднесрок это уже дневной такой график, не часовой, не четырехчасовой. И смотрите, у нас получается, допустим, по Боллинджеру, где можно входить. Если мы смотрим на среднюю границу, то 39.44. Здесь еще далеко от текущих уровней, поэтому здесь получается не совсем вариант. А так, в принципе, если смотреть, то можно начертить линию сопротивления на дневном графике. Эта линия у нас где-то сегодня проходит в текущий момент где-то 33 ровно. 33 ровно и, допустим, 1.31, 1.33, вот два таких селл-лимита. И где цели тогда уже получаются? Ну, цель первая, это у нас получается нижняя граница по Боллинджеру на дневном графике. Это у нас отметка 1.27.15. Вот такая цель. Там уже, как возьмем, 2.27.15. Дальше будем смотреть. Вот так можно поступить среднесрочно. Так. Перейдем к нашей валютной паре. Пара фунт-доллар, где у нас падение тоже состоялось. То есть, мы с вами говорили, что позиции набирают. И набрали, и упали. И 182 выполнили сегодня. То есть, все нормально, не подвели нас крупные участники рынка. Мы с вами разгадали их секрет, что они позиции набирают. И мы с вами также пошли вместе с ними, за что им отдельное спасибо. Конечно, хорошо бы, чтобы они нам более подробно говорили о своих планах, но приходится вот так вот их секреты разгадывать. Но мы с вами разгадали, задачи справились. То есть, не только они заработали деньги, но и мы с вами, с чем я всех поздравляю. Теперь вопрос дальше. Что нам делать? Вот мы достигли 182, и все это, или мы еще пойдем падать вниз. На мой взгляд, падать вниз еще будем, потому что есть для этого причины. И причины, в принципе, те же самые, что и ранее. Это паника на рынках, на рынках акций. Сериал под названием Brexit продолжается. Тут уже новые серии. Это проблемы у европейских банков. В принципе, сериал под названием «Проблемы европейского банковского сектора» он уже длится года три. Но вот с учетом Brexit он усилился. То есть, уже пошли новые серии, более такие интересные. Ну и плюс вот эта ситуация вокруг фондов недвижимости в Великобритании. Сначала в понедельник был один фонд. Вчера во вторник еще два присоединились. Кто не стали деньги выплачивать? Уже три в сумме. Может быть, сегодня четвертый какой-то фонд появится. Может быть, завтра. То есть, в общем, проблема нарастает. Ну и, соответственно, все это приводит к тому, что теряется доверие. То есть, начинается кризис доверия. То есть, фонды не доверяют друг другу, банки перестают доверять друг другу. И вот этот кризис доверия, он всегда плохо сказывается на рисковых активах. И когда у нас кризис доверия, когда у нас какая-то паника на рынках акций, все быстро уходят в безопасные активы. Это золото и японская иена. И оба инструмента у нас укрепляются. Золото мы с вами говорили накануне, что покупаем и 1355. И мы сходили намного выше. Сегодня максимум 1371. По золоту, на мой взгляд, тенденция также не завершилась. И мы еще будем расти. Здесь только единственное, что после, наверное, небольшой коррекции, потому что тоже находимся мы по золоту в сильной перекупленности. И здесь получается 1359. Это как раз хорошая область для того, чтобы купить. И с целью 1372. Это вот по золоту сразу прогноз. Почему по золоту вверх? Потому что золото это тоже безопасный актив. Тихая гава и так далее и тому подобное. Вот здесь мы видим график трех инструментов. СНП 500, у нас фьючерс зеленой линии, НИКИ 225, у нас линии синего цвета и пара доллар-иена. То есть у нас НИКИ и СНП это рисковые активы, а пара доллар-иена это у нас безопасный актив. Получается японская иена. И здесь мы видим, что все три инструмента падают. В правой части графика больше всех упал японский фондовый рынок сегодня. Сейчас коррекция отрастает. Фондовый рынок и то же самое по паре доллар-иена. И здесь в целом получается у нас сейчас средняя по боленжерно-часовиках проходит на границе 101.39. И вот на мой взгляд именно в эту область необходимо вновь шортить пару. То есть 101.39 и 102.00 это точки для сел-лимитов. 102.00 это область верхней границы по боленжерно-часовиках. То есть шортим от средней и верхней границы и ждем снижения котировок. Где можно ждать снижения котировок? Первая цель это у нас получается уровень 182.00 это первый уровень поддержки. А вторая цель это 99.94.00 это второй на сегодня уровень поддержки. В принципе шансы есть, что мы как раз сегодня можем на второй уровень сходить. Потому что тенденция плохая. Индекс страха растет. ВИКС на 5% накануне вырос небольшим. То есть страхи усиливаются. Для иены это хорошо. И если посмотреть на дневные графики. То вот если сравнивать допустим три валютные пары. Это евро, доллар, фунт, доллар, доллар, иена. То только лишь на одном инструменте доллар, иена на дневном графике есть трендовый IDX. Вот мы говорили, что евро, доллар, фунт, доллар. Там нет тренда на дневных свечах. А вот по паре доллар иена есть тренд вниз. На часовиках здесь та же самая тенденция. Тренд вниз. На четырех часовиках тренд вниз. То есть IDX очень трендовый. И указывает нам о том, что шортим дальше. И не стесняемся. Присоединяемся к продажам. И судя по всему, с учетом того, что у нас все плохо, паника. Видимо крупняк также будет держать. И будут они тестировать сотую фигуру. И мы с вами в принципе также можем к ним присоединиться. А вот по RCI на часовку у нас сегодня была сильная перепроданность. И вот мы сейчас как раз ее и отыгрываем. Поэтому здесь как раз получается, что подрастем либо к средней границе, либо к верхней по более журнучцевиках. И после этого дальше можем падать вниз. Потому что все в активной трендовой зоне. Поэтому здесь получает 101.39 и 102.00. Средняя и верхняя по Болинжу на часовиках. Это отметки селл-лимитов. Цели 182.99.94 на сегодня по паре доллар-японская иена. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста свои вопросы. У нас еще немного времени. И я на них с удовольствием отвечу. Также вот небольшой анонс. У нас в нашей компании FreshForex есть акции. Бездепозитный бонус 1000 долларов. Все подробности на нашем сайте. Вы можете ознакомиться с этой информацией и получить бездепозитный бонус 1000 долларов для торговли. Очень интересная акция для всех. Для опытных трейлеров, новичков. Поэтому заходите на наш сайт и пользуйтесь данной акцией. Так, а Банк Японии не выкинет ли Финт? Или все думают, что Банк Японии вступился? Поэтому покупают и Крупняк собирает стопы. Егор, благодарю вас за вопрос. Но вы знаете, вы здесь что-то все намешали, честно говоря. И Банк Японии, и Крупняк собирает стопы. Крупняк скрестили бульдога с носорогом. Крупняк никакие стопы не собирает. А где он собирает стопы, я, честно говоря, не вижу. Вот мы уже неделю, наверное, говорили о том, что Крупняк набирает позиции. Крупняк стопы никакие не собирает. Он, наоборот, набирает позиции. Он позиции набрал и опустил пару вниз. И мы это все рассматривали уже не один день. И все, мы сейчас это видим, что все это реализовал. Поэтому никакие стопы Крупняк не собирал. Наоборот, Крупняк набирал позиции. И Крупняк не собирает стопы. Понимаете, стопы розничных трейдеров это не те объемы, чтобы набрать Крупняку позиции. У Крупняка позиции очень большие, большие ордера. И здесь стопы розничных трейдеров. Вот мы с вами все розничные трейдеры. И я, и вы все вместе взятые. И наши вот эти маленькие объемы, они никак не удовлетворят спрос, аппетит. Крупного участника рынка. Крупняк играет с Крупняком. Понимаете, Крупные фонды набирают позиции также от крупных фондов, от банков и так далее. Поэтому здесь, ну, конечно, можно говорить о том, что вроде бы там заговоры, все против нас и так далее, и тому подобное. Но не все против нас. Мы сами, в первую очередь, против себя. И вот эти наши такие предрассудки, они нам и мешают. Поэтому никак мы, розничные трейдеры, не сможем удовлетворить заявку крупного участника рынка. Потому что там совершенно большие категории. Это как сравнивать легкоатлета-любителя с боксером-тяжеловесом, что легкоатлета сможет побороть тяжеловесы-боксера. Ну, теоретически, конечно, может. Там одна сотая процента вдруг там что-нибудь, какой-нибудь он удар нанесет. Но, скорее всего, вряд ли. Поэтому Банк Японии, он может все провести интервенцию, может на кнопку нажать. Но я уже говорил о том, что, и придерживаясь своего взгляда, что, скорее всего, он это будет делать, когда мы обновим минимальные уровни, которые были после референдума. Это 98-99. Тогда уже, да, укрепление иены будет нежелательно. Поэтому здесь еще пока ситуация вроде бы более-менее такая, особо сильного падения нет резкого. То есть, падаем, но потихонечку. Вроде бы Банк Японии пока не вмешивается. И в этой связи мы и видим, что у нас как раз и получается, что и Банк Японии вроде бы не вмешивается. И так далее и тому подобное. Поэтому получается, что еще пока мы можем падать. Светлана, вот я сейчас в чат выложил ссылку на все акции и бонусы компании FreshForex. Там есть и данные акции, бездепозитные бонусы и другие. И там вы можете все подробно ознакомиться. Если возникнут какие-либо вопросы, можно написать как в чат у нас на сайте, так и позвонить по бесплатной линии. И 8800 и вам ответят на все вопросы, которые у вас есть. Так, по золоту я уже ответил. Что касается золота, то поскольку сейчас перекупленность сильная, то лучше входить на коррекции. 1358, бай лимит и цель 1372. Почему золото будет расти? Та же самая причина, что в случае с японской иеной это паника на рынках. Вот такая тенденция. Лимитники падения. Вот Олег уже написал. Благодарю вас, Олег, за помощь. Так, что у нас еще? Какие были вопросы? Так, все вроде бы ответил. Спасибо большое, Вебинар. Ольга, благодарю вас за ваши пожелания. Всегда очень приятно, что моя работа даром не проходит. Что у вас получается зарабатывать. Это всегда очень приятно. Надеюсь, что и дальше у нас с вами будет продолжаться такой же позитивный формат. Так, Роман, тоже вас благодарю за пожелания. Всегда это очень приятно. Уважаемые коллеги, раз у нас больше вопросов нет, тогда мы завершаем наш вебинар. Завтра у нас четверг. Два вебинара по традиции в этот день. Это обзор рынков 10.30 и тематический вебинар по межридночному анализу. В 18 часов по Москве этот вебинар у нас пройдет. Ссылка на нашем сайте уже есть в разделе обучения и видео уроки. И приглашаю вас в том числе и на этот вебинар. Будет очень интересно. Много мы различных взаимосвязей и корреляций рассмотра. А сегодня вебинар завершаем. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До новых встреч.